Привет, красотка! И я немного сейчас выгляжу странно, наверное, тут у меня какой-то перо, тут у меня кария линза, но если вы обратили внимание на название этого видео, то понимаете, почему так происходит. Я совсем недавно впервые побывала в такой стране, как Таиланд. И, конечно же, я не могу не пополнить нашу рубрику еще одним видео макияжем из другой страны. И сегодня я буду делать тайский макияж. На одной стороне своего лица и на второй стороне лица я буду делать наш русский макияж. По традициям я обычно делаю макияж с новыми какими-то трендами. Я бы не сказала, что у нас что-то очень сильно поменялось в трендах макияжа, там, 2019 года. Но, тем не менее, я сделаю макияж с некоторыми изюминками, которые можно назвать трендом. Я, честно, не очень слежу вообще за всеми этими штуками, типа тренды, антитренды. Для этой стороны лица, то есть для тайской, я буду использовать тайскую косметику. Это та косметика, которую я купила именно в Таиланде. И это именно продукты Таиланда. У них, кстати, очень круто развита косметика, фармацевтика, вообще все, что связано с индустрией красоты. Я не скажу, что очень высокие цены были, примерно такие же, как у нас. Я купила целую косметичку для этого видео. И, конечно же, познакомлю вас с особенностями тайского макияжа, потому что они определенно есть. Ну, а для начала давайте я по традиции разделю свое лицо на две части. На свое лицо я уже нанесла крем, поэтому... Нет, это не крем, я просто так показала. Поэтому мы можем, в принципе, сразу же начинать с тональной основы. И со стороны тайской уже будут особенности, уже будут интересные моменты. Дело в том, что в Таиланде принято считать красивой девушку ту, у которой, внимание, не темная кожа, каковы тайки, в принципе, от природы, да, они темнокожие, у них темный цвет волос, темные глаза. А светло кожей. Они просто берут тональные основы, пудры, тальки для лица и высвечивают свое лицо. Это выглядит немножечко странно, что руки и все тело, оно одного цвета, а лицо преимущественно светлое, то есть белое. На тайских глянцевых журналах красуются именно белокожие, ну как, белокожие тайки. И они прячутся активно от солнца, чтобы не загорать. Мажутся всеразличными сыворотками, знаете, какими-то высветляющими лосьонами. Поэтому, в принципе, мы этим с вами будем заниматься. У меня, я не сказала бы, что кожа очень темная, я, конечно, чуть-чуть загорела, но тайкой я не стала. Итак, я нашла биби-крем. Называется 5 в 1 почему-то, в общем, обычный биби-крем. Смотрите, что я у них нашла в качестве спонжика. Это такая силиконовая подушечка, которой можно растушевывать тональные средства. Конечно, и у нас такое продается, и у нас такое есть. Но вот таких штучек у них больше, чем всяких спонжиков а-ля бьюти-блендеров, как у нас. Очень странно, но мне кажется, что этот биби-крем сушит мою кожу, которая, как бы, не сказать, что очень сухая. Не знаю, видите ли вы эту текстуру, но она, знаете, немножечко будто бы с шелушениями. Это довольно странно, потому что обычно биби-крем, наоборот, в составе имеет какие-то увлажняющие свойства. Что насчет этой подушечки, я не скажу, что это неудобно, но мне наш бьюти-блендер спонж для растушевки намного больше нравится. Вам не кажется, что я сливаюсь со стеной? Действительно, у меня очень белое лицо, а это был один из самых темных оттенков, продаваемых там, в принципе, представляете? Кстати, в комплекте с моим биби-кремом шла вот такая пудра, она, как бы, знаете, типа а-ля скидочка, там, акция, подарочек. Мне бесплатно досталась пудра, причем она, несмотря на то, что они вместе были, как бы, она немного темнее. Вам так не кажется, как будто она похожа немножко на бронзер, но не пудру. Вы видите этот желтый кусочек? Нет, я не буду наносить пудру. На самом деле, мне действительно хватило эффекта биби-крема, он действительно будто бы даже высушил мою кожу, и она ни разу не хочет блестеть, так что я обойдусь без пудры с этой стороны. С нашей русской стороны лица я буду использовать тональник, очень легкий тональник от MAC и привычный бьюти-блендер. Кстати, я немножечко не прокомментировала тот момент, почему у меня разные линзы, потому что, во-первых, линзы цветные очень распространены в Таиланде, и мы нередко просто встречали у прохожих девушек, то есть не какие-то там карнавальные у них были образы, а просто это ежедневный макияж, и девушки были с линзами, это было явно видно. А во-вторых, разрез глаз у Таиланде очень, ну не очень узкий, но узкий, поэтому они всячески стараются его увеличить, и для этой цели используют цветные линзы, потому что цветные линзы действительно увеличивают глаз визуально. Моя задача сейчас просто немного выровнять тон лица, так как зимой кожа становится еще суше, я не использую какие-то плотные текстуры, я наоборот даю коже дышать. И это биби-крема, это различные тональные крема с вот таким вот легким покрытием, как у этого. Немного спускаюсь на шею, на уши, и зимой я тоже, если честно, не пользуюсь пудрой, потому что пудра у меня начинает подчеркивать все шелушения, которые у меня есть в Т-зоне, поэтому вот на этом я и останавливаюсь. Идем дальше, и из особенностей тайского макияжа это, конечно же, румяна. Посмотрите просто, какая красота! Мне очень понравилась эта палетка, и румяна тайки любят. Любят наносить не только на привычные нам яблочки щек, но еще и уходить немножечко в сторону носика, в сторону виска, и это прям такой хороший акцент. Никакого контуринга у них нет, у тайок обычно маленькая личика достаточно, и никаких вот теней здесь с этой стороны, там овала лица, я никогда не замечала. Но вот это, это прям вот мастхер. Ух ты, смотрите, как яро набралось. Очень хорошо пигментированные румяна. Вот смотрите, я взяла буквально немножечко, стряхнула, еще и перенесла на руку, и в итоге какой пигмент у меня перенесся на лицо. Это просто до конца жизни, знаете, хватит. Активно прорабатываем щечки, и как я говорила, уходим к носику и к вискам. И у нас на самом деле на румянец тоже, мне кажется, больше акцента в последнее время, нежели обычно, но контуринг у нас никогда не уходит на нет. Так что я немножечко бронзу наношу на кисточку, оформляю овал лица, делая вот такую вот как бы букву З или тройку. Румяна, особенно зимой, мы тоже очень любим, как мне кажется, ну я, я очень люблю, потому что они хоть немножечко свежести добавляют макияжу, как бы. И так холода такие за окном, серость, немножечко хочется больше настроения. Ну и тем более выглядит, как будто это действительно морозит. Мы гуляли 2 часа на свежем воздухе, и у нас привычно румяна наносить на яблочке щек, улыбаясь. Остатком проходится по складочке века, носику, но это настолько остаточки-остаточки, что не сравнится, конечно, с этим пятном. И хайлайтер, конечно же, у нас очень любим. Я сегодня использую вот такой зимний, как мне кажется, оттенок. Здесь много разных кусочков разных цветов, от красного до белого и какого-то серовато-фиолетового. Наносим над скулой спинка носа, особенно кончик, галочка над верхней губой. Не сказать, что я попадаю по галочке, конечно, потому что иначе я зайду на часть Таиланда. И внутренний уголок глаза. А мы переходим к самому интересному, и это глаза и брови. Таиланда, кстати, вы, наверное, интересуетесь, что же произошло с моими бровями. У меня почти половины бровей не с той, ни с другой стороны не стало. Немножечко отвлечения такое, чтобы тысячу комментариев предупредить. Дело в том, что, девочки, я сходила на процедуру ламинирования бровей. И это сейчас не антиреклама, что эта процедура плохая. Нет, все было хорошо. Но после первой процедуры я не дождалась, чтобы прошло двух месяцев до второй процедуры. Понимаете, да? И я пришла буквально через месяц и неделю на повторную процедуру ламинирования. Совершенно забыла о том, что обязательно необходимо выжидать именно два месяца, потому что за два месяца обновляются наши бровки. А если на одни и те же брови нанесли два раза вот такой вот химический этот ядерный состав, то они могут поломаться. Собственно, что у меня и произошло, не повторяйте моих ошибок, самые мои слабенькие волосики вот с этой стороны, они все поломались. Поэтому сейчас я дорисовываю брови каждый день, восстанавливаю их маслами и массажем. Знаете, в чем ирония судьбы в том, что тайки, они сбривают половину своих бровей. И у меня сегодня, в принципе, бровь выглядит так же, как у них без макияжа. Почему они это делают? У них от природы, у большинства тайок, вот эта вот бровная дуга идет очень низко. То есть она прямо спускается вот так вот вниз, и тогда бровь будет немного опущенной, и взгляд будет грустным. И чтобы добиться более красивых бровей, более прямых, более европейских, чтобы взгляд был все-таки немножечко таким, знаете, подтянутым, приподнятым, а не грустным вот таким висящим. Они сбривают половину своей брови и дорисовывают продолжение прямое, как бы сами карандашиком каждый день. Так что мы сегодня с вами будем этим заниматься. И смотрите, какой карандашик у меня есть. С этой стороны карандашик, а с этой стороны такая растушевочная губка. Вот они как раз-таки этим и пользуются. Они делают достаточно широкие брови, и пустоты заполняют вот этой вот губочкой. Поэтому начало брови мы начинаем прорисовать прямо волосок за волоском. И не боимся расширять наши брови. Они делают их достаточно широкими. И внимание, там, где заканчивается наша бровь, мы просто ее уводим более прямо в сторону висков. И обратной стороной мы вот так вот затушуем пустоты. А с нашей русской стороны я на самом деле буду делать что-то похожее, потому что у меня, как я уже говорила, бровь заканчивается примерно на серединке. Дальше у меня начинаются какие-то очень бледные волоски, поэтому я тоже дорисовываю свою бровь. Но в целом у нас, конечно же, такая же продолжается мода на пушистость, объемность, густоту, небрежность, такую расчесанность и зачесанность наверх бровей. Карандашиком тоненьким я прямо прорисовываю волоски, будто бы это мои волоски. Вот примерно то, что я делаю сейчас каждый день с моими бровями. Я оформляю брови прозрачным гелем, закрепляю их по форме. У начала брови наверх зачесываю, а дальше по направлению. Ну, наконец-то, наконец-то самая яркая часть тайского макияжа. Это, конечно же, глаза, потому что, как я уже сказала, они их очень хотят активно увеличивать. Нет какого-то супер особенного цвета теней, например, который они используют или там цвета стрелки. Поэтому я купила обычные тени, знаете, они мне очень напоминают тени, которыми я пользовалась, когда училась в школе. Это, знаете, такие неоформленные тени. Вот у них действительно как-то они не очень красиво выглядят в палетках, знаете, как у нас красиво. А просто прям единым таким слоем много разных цветов. Это необычно для меня было. И они очень активно выбеляют сначала верхнее веко. Затем делают новую складку века, якобы она у них больше. И дальше вообще просто идет жесть. Действительно, в обычной жизни, вот просто в повседневной, рисуют длиннющие стрелки. У нас как на карнавал считаются такие. И клеют накладные ресницы. Видите, как я рисую складку века? Очень выходя за мою настоящую складку века. Еще раз более контрастно. Вот здесь вот я прорисовываю белым. Ну что, теперь тайская подводочка. Я купила подводку. Она выглядит очень цветочно, очень симпатично. Начинаем прямо у внутреннего уголка. Если честно, мне непонятно, почему она такая сухая, хотя она новая. У нас обычно такая подводка, не знаю, спустя месяц, наверное, использования. Сейчас я еще немножко похожа на, знаете, какую-то восточную красавицу. Потому что в Индии, если вы помните, когда я делала макияж Индии, там тоже была похожая стрелка. Но знаете, что очень сильно отличаются эти два макияжа между собой? Индии и Таиланда. Губы и накладные ресницы. Потому что эта стрелка выглядит куда менее грациозной, знаете, так, по-восточному. Когда на нее налепишь вот такие вот ресницы, и когда сюда добавишь какой-нибудь розовый блеск. А именно так тайки и ходят. Я не знаю, что так у нас распространено в России, как вот эта вещь в Таиланде. А, вы мне не положили клей. Спасибо. На самом деле я впервые буду клеить ресницы. И знаете, меня очень радует, что я всего лишь на один глаз должна наклеить вот эту. Потому что я никогда этого не делала. Я знаю какой-то вот такой вот способ, что сначала нужно ее вот так размять. Кстати, когда я готовилась к этому видео, я посмотрела несколько роликов. Таек. Таек видеоблогеров. Таек бьютиблогеров. Вот так вот. И одна девушка, бьютиблогер, показывала свой способ, любимый способ. Накладывание накладных ресниц. Объясню, в чем был прикол. Она брала несколько пар разных накладных ресниц. И сама себе делала якобы идеальные для нее накладные ресницы. Потому что обычных вот таких вот ей было недостаточно. И она накладывала одни на другие, на третьи, чтобы они были прям вот знаете, как перья. И потом только всю эту слоистую штуку она наклеила себе на глаза. У меня, благо, есть дома клей для ресниц. Я когда-то в H&M покупала накладные ресницы, так их и не использовала. И вроде бы нужно наносить просто на окантовочку. И наносить близко-близко к своим ресницам. Боже мой, они не клеются. О май гад. Ммм. Посмотрите, как я порхаю. Девочки, ну я не шучу. Это вот так и выглядит, действительно. Это как бы... Ну если не норма, то на вечер точно. И сразу с такими глазами вроде бы не такой уже яркий румянец, кажется, да? Но пока что мы переходим к нашей замечательной русской стороне. Здесь у нас из особенностей. Популярные в последнее время розовые тени на веках. Мы делаем такое розовое напыление легонькое. Раньше этого цвета очень боялись макияжа. Потому что это немного может вызвать эффект больного взгляда, так сказать, какого-то заболевшего. Но и в принципе, если вы хорошо выровняли тон, если помимо теней вы что-то еще в принципе наносите, то макияж не будет смотреться странным. Он будет смотреться таким юным. Давайте помимо розового напыления мы добавим классическую стрелочку. Небольшую по сравнению вот с этим вот. Но перед этим прокрасим межресничное пространство, чтобы ресничек будто бы стало больше. Это делается обычным черным карандашом. И, конечно же, густо-густо накрашены реснички. Кстати, я совсем с этими ресницами забыла прокрасить нижние ресницы. А они их, конечно же, прокрашивают. А иногда даже карандашиком вот так вот вырисовывают якобы их ресницы. Но это не их ресницы. Понимаете, да? Итак, посмотрим, какую тушь я купила в Таиланде. Это бренд ZA. Вроде бы тоже их тайский. Такая изогнутая красивая тушь. И мы финишируем. Ура! Давайте мы немножечко добавим еще цвета. То ли пока я тут сидела, он съелся. То ли это действительно контраст глаз забирает на себя. Но румян... Ооо, ну ладно, этого хватит. И последний продукт. Мы его нанесем на губы. Это тинт для губ. Он у меня в таком клубничном, знаете, цвете. Очень ярком, красивом. Тинт очень приятный и по запаху, и на ощупь, так сказать. Вообще, у очень многих тайг я замечала вот этот стиль. Помните, а-ля корейский макияж? Я тоже делала сравнение русского с корейским. Это когда ты, наоборот, уменьшаешь объем своих губ. И весь акцент цветовой приходится на внутреннюю часть губ. А остальное растушевывается. И вообще никаких четких границ на губах. Я у них никогда не видела. Матовых оттенков тем более. В основном это блески, тинты, розовые, фиолетовые, красные цвета. Вообще, не важно, что у нас здесь и так достаточно огромный акцент. Губы тоже будут с акцентом. Все. Финишная прямая. Остались только губы с нашей русской стороны. Вы только посмотрите, какая наша русская страна. Просто не дотрога, можно сказать, по сравнению вот с этим. Я нанесу коричневую помаду. Ну что, поехали? Ну что, красотки, напишите, какой макияж, какая сторона вам нравится больше, какая сторона вам кажется мне больше идет. Какой бы макияж я пока не пробовала, мне всегда нравятся русские больше всего. Но поэкспериментировать и посравнивать это всегда очень интересно. Тем более, что у меня эта традиция связана именно с посещением той страны. Откуда я беру косметику, откуда я беру идеи. И я, находясь в этой стране, вижу прям вот этих девушек, по которым потом делаю макияж. Это очень интересно. Поэтому у меня, кстати говоря, уже три азиатских страны, представляете, в этом списке. Корея, Индия и Таиланд. И все они абсолютно разные. Так что смотрите остальные видео. И улыбайтесь чаще. Я вас очень сильно люблю. Пока-пока.